12 июня, в День России, на главной площади страны, у стен Кремля, прошел большой концерт, где собрались самые патриотичные звезды российского шоу-бизнеса. В этот день на Красной площади собралось около 40 тысяч человек. Пред глазами зрителей прошла вся история России в визуальном воплощении. Для любого артиста выступать перед таким количеством человек – сама по себе редкая удача. А если тебе еще и 15 лет, как певцу Владимиру, считай ты настоящий счастливчик. Я родился в том году, в 2000 году, когда как раз была первая инаугурация нашего президента. И так как я его очень уважаю, и вся моя семья его очень ценит и уважает, именно поэтому у меня возникла такая идея, как написать такую песню, патриотическую, посвященную как раз ему. Основная заслуга Владимира, потому что это было его желание. Я думаю, что ребенку в 15 лет очень сложно заставить что-то делать, чтобы это выглядело искренне, и то, что он не хочет делать. Поэтому, в принципе, это больше даже его заслуга и его идея. Григорий Лепс, конечно же, не мог пропустить это фееричное событие. Свою любовь к родине и к президенту он также выражает в музыке. Ну, если он это сделал, дай бог здоровья, он так считает, значит, так должно быть по его разумению, да? Потом я считаю Владимира Владимировича великим человеком, президентом. Я уважаю своего президента, очень ценю то, что он делает для страны. Гоша Куценко специально ко Дню России заказал себе чехол на телефон с изображением президента и признался, что хоть и не считает себя певцом, в такой день не мог остаться в стороне и не поддержать это мероприятие. Я вот звоню по такому телефону. Это наш президент. Великолепно. Странно, если бы у меня здесь был Барак Обама, и он читал Барака Обаме стихи на Красной площади. Это было бы странновато. А так это естественно. Молодой парень, патриот. Он делает свой выбор. Ну, Владимира Владимировича есть чем поучиться.